Слава Господу, дорогая Церковь! Порой не хватает слов, но переживание сердца и то, что происходит внутри, оно говорит о большем. И вера, которую подарил Господь, она сегодня свидетельствует о том, насколько ты переживаешь, чтобы сейчас на этом месте было действие Божье. Чтобы на этом месте истинно прославился Бог Живой, который любит, который знает каждого по имени и полнота его досовершится. Для того, чтобы наши сосуды, наши сердца, они были наполнены любовью Божьей, чтобы мы сегодня радовались спасению Божьему и могли вкушать этот хлеб жизни, которым является Иисус Христос, наш Господь. Я вот слышу такие сегодня слова, и не только сегодня, но сегодня опять же услышал, что Бог твой. Человек задает такой вопрос. И казалось бы, можно было подумать, с какой целью, что он имеет в виду. Но он просто сказал такие слова, что Бог твой. И сразу же сердце пришло в движение, сердце пришло в трепет, когда ты понимаешь глубину этих слов, что Бог твой. И у меня сразу такие мысли в сердце. Мой Бог. Что есть тот Бог, который является моим Богом, и я являюсь его дитя. И эти слова говорят о многом. От начала, когда однажды Иисус Христос вышел навстречу к человеку, который был недостоин, который погибал. И грех был приговор для его души. Но Иисус вышел навстречу во всей своей любви, своей славе и пролил свой свет для того, чтобы сказать, «Я хочу быть твоим Богом, а ты будь моим дитя». И во всех переживаниях сразу, знаете, так память, сердце, память жизни, она включается от начала, и ты понимаешь, что значит слова, что Бог твой. И сколько было всего в жизни пережито, сколько было совершено самим Богом, и ты говоришь, «Насколько я счастливый человек, что я пребываю в руках Божьих, что никто и ничто не может похитить из руки Его. Какая забота, какая любовь покрывает меня сегодня, потому что до сего времени сохранил меня Господь». Это «да и аминь», это свидетельство, это исповедание всей души, что если бы не Господь сейчас, мы бы не были на этом месте, но до сего времени Бог подарил нам близость свою для того, чтобы сохранить нас в этом мире от зла. И более того, чтобы мы сегодня могли назидаться и питаться от источника Божьего, Его словом, словом жизни, словом любви, который имеет силу и власть в духовном мире для того, чтобы сокрушить всякую неправду, всякую ложь демоническую, для того, чтобы дать победу в вере, что Искупитель нас жив, что Он силен сегодня врачевать, что Он силен сегодня омывать, очищать и освящать, что Он силен сегодня даровать нам победу, прежде всего в нашем сердце и утешение в душе нашей. И я хочу прочитать одно место Писания. Это Откровение, 3 глава, 20 стих, где написано, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Знакомые нам слова, правда? И мы много рассуждали и рассуждаем над этим словом и над всей Библией, но эти слова, Господь говорит, «Се стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду и буду вечерить с ним». И не просто, смотрите, Господь мог сказать, что «и буду вечерить с ним», но он дополняет, и он будет вечерить со мной. То есть такая полнота, о которой мы можем внутри своего сердца сказать на основании Священного Писания, что мы сегодня имеем эту вечерю с нашим Господом, что мы можем не просто то, что Бог приготовил во всей, это любовь. Бог говорит о любви к человекам. И он стучит и стучит. И так было и в нашей жизни, что он не просто постучал и все, он неоднократно стучал и сегодня стучит во многие сердца и продолжает стучать. Мы тому свидетели, живые люди, которые свидетельствуют о живом Боге. Как Бог может стучать в сердце, когда Он видит и знает, что человека ждет опасность, что человек может погибнуть, что душа его будет просто в погибели. Она уже в плену, но она будет в погибели вечной. И Бог, Он спешит навстречу к людям для того, чтобы постучать в его сердце и сказать, что я хочу помочь тебе, я хочу избавить тебя, я хочу спасти. И более того, когда Бог входит, душа, она открывается перед Богом. И тогда происходит чудо. И мы тому можем сегодня свидетельствовать об этом чуде, которое Бог совершил с нашей душой. И мы говорим о посещении Божьем. Порой Бог, мы говорим, что как прообраз. В Библии об этом говорит много мест в Писании, когда Господь посещал людей, когда Он приходил в дом к человеку и что происходило в этом доме. Оно было действием многообразно. И мне вот просто пришло на сердце такое местописание, это касается Захея. Захей, человек, который был исполнен зла, какой-то корысти и много всего другого негативного, люди не любили его за это. Но когда в его жизни он услышал об Иисусе, и у него появилось желание, это не просто человеческое действие, это сверхъестественное действие, о котором мы сегодня размышляем до сего времени, как Бог мог так чудно спасти меня. Как Он все это усмотрел, как Он все сопоставил, как Он все сложил для того, чтобы ты был спасенной душой. Я еще до последнего только могу сказать, что только в Голгофе, только в пролитии святой крови, только в его любви, которая была явлена в воскресении Иисуса Христа и в прощении грехов. Но все равно разум мой человеческий имеет интерес, как же ты, Господь, так чудным образом подвел меня к тому времени, когда я все-таки открыл свое сердце, когда ты стучал. И произошло чудо. Ты вошел в мое сердце и дал вкушать свое благо. Ты стал делиться всем сокровенным, самым дорогим, что у тебя есть, во спасении души человеческой, чтобы избавить от смерти и подарить жизнь вечную. И более того, что я мог еще, имея эту вечерю, излить душу свою, отдать все то, что было, хотя ты все видел. Это обоюдное действие. Смотрите, я буду вечерить, и Он со мною. Насколько это имеет полноту. Так оно и происходит в нашей жизни по сей день. И вот смотрите, Закхей, когда залез на дерево, Иисус заметил его и сказал, слазь, я буду в доме твоем. И там написано, Закхей принял его, принял Иисуса Христа в свой дом, несмотря ни на что. И когда Иисус был в его доме, произошло чудо. Казалось бы, человеческое такое действие, физическое. Иисус пришел в дом Закхея. Но что происходило с этим человеком? Когда в одно мгновение, когда Иисус был в его доме, Он сказал, что я все раздам, раздам все, то, что, понимаете, происходить начало с его сердцем чудо. Потому что, более того, то, что говорит нам Евангелие, то, что говорит нам Библия, что Господь, Он дал место Господу в своем сердце. И Господь любовью своей покрыл. И вот эта вот твердыня, она рухнула. Это зло отступило. Этот свет осиял, как мы сегодня слышали, осиял его сердце, его душу внутреннего человека. И тьма рассеялась, потому что это был Иисус Христос. Это не был кто-то другой, это был Иисус Христос, власть имеющий, имеющий силу для того, чтобы прощать грехи и избавлять человека от страданий. Сколько людей каждый из нас может засвидетельствовать? Я, будучи молодым человеком, когда совершил покаяние пред Господом, я пришел сюда не просто больной душою и внутренним своим состоянием, но я еще был и физически болен. Ну и физически Господь явил чудо, когда было исцеление, и ты просто радовался и говорил, и свидетельствовал об этом, что Господь душу исцелил, так еще подарил еще и здоровье, когда врачи были просто уже измотаны, не могли понять, и сколько диагнозов наставили, а в одной части отпало, как чешуя. И первое, что хотелось сказать, я говорил об этом своим друзьям, они смотрели на меня, пожимая плечами, думая, что он такое говорит? Но я понимал, о чем я говорил, поэтому хочу сказать, это не просто даже для того человека, который еще не знает Господа, что все стою у двери и стучу. Сегодня и в наши сердца Господь продолжает порой стучать. Вот сегодня мы слышали такое глубокое слово, я для себя, честно сказать, аж знаете, как в такой трепет пришел, чувствуется, как Дух Святой коснулся, и Он не ошибается, когда мы сегодня услышали о комнатах. Он не ошибается. И порой даже бывает так, что в какой-то комнате мы можем даже не заметить, как мы раз и закрылись, и Он постучал. Друг дорогой, остановись. Тебя ждет опасность, ты не понимаешь, что с тобой произошло, почему ты ослеп, почему ты в этот момент не пободрствовал. И Он спешит для того, чтобы вот в сердце, вот как на скрижалях нашего сердца сработало это слово, оно сработало для того, чтобы тебе сказать, остановись, я хочу тебе дать лучшее, я хочу тебе подарить ту радость моего спасения, чтобы ты радовался и имел эту свободу, чтобы ничто не терзало тебя и ничто тебя не держало, ты был свободен во мне, во Христе Иисусе, чтобы ты сегодня мог на этой земле взирать на меня, на начальника совершителя веры, и не тревожилось твое сердце, когда зависть подступает, когда обида подступает, когда корысть какая-то или еще то, что демоническое пытается где-то приблизиться, а к нам, людям даже Божьим, даже уберу слово даже, к нам подступает порой много всего злого и нечистого, выжидая момент, когда мы где-то проявим беспечие и дадим какую-то слабину, когда где мы не пободрствуем для того, чтобы как-то проникнуть в наше сердце, а Господь, Он сразу проявляет себя Духом Святым, Словом Божьим для того, чтобы, как знаете, как труба, как вот именно такой звук, для того, чтобы мы услышали и пободрствовали, припоясались, были во всеоружии, стояли на страже сердца своего, потому что враг ополчился, потому что враг, ему не нравится, когда человек ревнует, когда человек жаждет Божьего присутствия для того, чтобы быть в силе Духа Святого, чтобы трудиться, чтобы исполнять волю Божью, для того, чтобы то, что он имеет во имя Иисуса Христа и отдавал ближнему своему. И я вам скажу, это слово «любовь». Бог есть любовь. И когда мы говорим о любви, наше внутреннее состояние приходит в такое, знаете, напряжение, потому что это нелегко, это непросто любить. И по-человечески даже невозможно. А вот когда Бог наполняет наше сердце и нашу душу своей любовью, и когда эта любовь есть в нашем сердце, вот тогда от избытка нашего сердца, говорят уста, вот тогда от избытка нашего сердца изливается эта любовь, и мы понимаем, что это не мы, это не я, это Бог, это чудо, это сверхъестественное действие живого Бога, о чем сегодня говорит нам Слово Божье, о чем свидетельствует сегодня, вот когда мы читаем, смотрите, еще одно местописание. Захей принял Иисуса Христа в свой дом. И не просто принял, но произошло чудо. Этот человек получил свободу. Этот человек принял Иисуса Христа в свое сердце. Он принял Божье спасение. И жизнь его преобразилась, она изменилась. Изменилась в корень, просто поменялась. И еще один человек был, вот такое местописание пришло на память, это фарисей, который тоже пригласил Иисуса Христа в свой дом. Ну вот вопрос, интересно, с какой целью он это делал? Что было, вот какой мотив у него был? Но там произошло чудо, не касаясь этого фарисея. А туда пришла женщина, измученная, которая и страдалась настолько, что у нее просто не было сил человеческих уже все это выдерживать и терпеть. И она пала к его ногам, и она плакала, душа ее стинала, и она мывала слезами ему ноги, и волосами своими отирала, так говорит Слово Божье. Иисус, Он был на том месте, я думаю, вот в этот момент опять же происходило чудо, которое мы не видим порой физическими глазами, но то, что видел Иисус. И фарисей задал, так вот как в себе он так рассудил, что, о, если бы Он был пророк, Он знал бы, какая женщина прикасается к Нему. И мы все говорим, Он пророк, Он знал. Так и есть. Так и есть. Он врач. Написано, что я есть врач, и больные нуждаются во враче. Но и тут есть полнота более того, что это за врач, который исцеляет душу человеческую, который прощает грехи. И по сей день это происходит в нашей жизни. И мы видим, что Он упрекнул этого фарисея. Ты, говорит, не уделил мне должное. А это было должное, потому что они ходили, там сандали были, ну, вы понимаете, песок, ноги вымазывались. Ты даже не сделал, пригласив меня в свой дом, ты не сделал должного. Не дал омыть мне ноги, не вытереть, чтобы чистые были ноги. Что у тебя было, какой мотив, какое сердце, для чего я пришел в твой дом? Но там произошло чудо. И эта женщина, она приняла Иисуса Христа. Она пришла ко Христу для того, чтобы Он вошел в ее сердце, чтобы Он вошел. Она распахнула свою душу для того, чтобы Господь объемлил ее. И это, казалось бы, слова, которые, я говорю, сердце, душа, об этом говорит Слово Божье. Но есть более того, то, что пережито многими из нас, о чем сегодня и свидетельствует наше сердце. Оно физическое, оно внутри, оно может болеть, физически болеть. Оно очень слабо, оно очень ранимо, оно имеет переживания. И мы сразу можем обратиться к врачу, когда у нас защемило или заболело сердце от переживаний или от каких-то стрессов или еще от чего-то. Но я вам скажу, что есть тот врач, который силен успокоить наше сердце. Есть тот врач, который силен сегодня утешить нашу душу. Есть тот, который сегодня может влагать эти глаголы вечной жизни для того, чтобы мы не унывали, а могли сегодня верить и исполняться Духом Святым, что Господь на этом месте для того, что когда Он стучит в наше сердце и мы отворяем Его, Он входит и совершает обитель. Не просто временно побыл и ушел, а Он входит и совершает эту вечерю для того, чтобы прибыть с нами, чтобы прибыть в нас, чтобы мы были Божьими детьми, чтобы Бог был нашим Богом и мы ходили и Он ходил в нас. Куда бы мы ни пошли, мы остаемся детьми Божьими. Я поехал сегодня в другой город, я приехал туда как дитя Божье и ничего не меняется, потому что внутри моего сердца пребывает Иисус и кто бы что ни спросил, я опять же скажу о Нем и мы свидетельствуем о Нем. Мы не стесняемся и не боимся сегодня сказать, что мы христиане, что мы дети Божьи, что мы народ избранный, что Иисус является нашим Богом. Это очень важно для каждого из нас. Куда бы мы ни пошли, мы будем выдавать себя. Мы не будем прятаться, мы не будем стесняться, мы не будем как-то пытаться показать, что мы какие-то как все. Мы наоборот. наш голос, наше поведение, наше внутреннее состояние выдадут нас во всем. И люди поймут, что мы христиане, мы верующие люди во Христа, что мы дети Божьи. И, конечно же, есть выбор у человека иметь общение с нами или как-то удаляться. Но зачастую, слава Богу, что мы имеем общение с такими людьми и можем засвидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе. И вот это местописание, когда Иисус сказал этому человеку, что «Ты, говорит, даже мне не дал ноги омыть, да?» А эта женщина, она слезами своими омывала. Говорит, не дал отереть, а она волосами отирала. Это тоже дорогого стоило. Это не просто были какие-то такие слова, но это говорилось о том, что она пришла со всем сердцем, со всей душой, искренне пришла пред Господом для того, чтобы Он помог ей. Ей не к кому было идти. И даже еще было чудо, что она туда вообще прошла в этот дом. Как она туда попала, если так разобраться по-человечески? Но произошло чудо, что она была на том месте, и Господь явил милость свою. Также женщина, которая страдала кровотечением, расточила все имение и уже не знала, что делать. В принципе, могла умереть. Но она протиснулась сквозь эту толпу, имея желание и веру для того, чтобы коснуться Иисуса Христа. И Он помог ей. И сегодня, мы оставив все, заботы житейские, все мысли чуждые, все ту суету, мы пришли сюда для того, чтобы сердце наше оно имело эту жажду и желание прикоснуться к нашему Господу. Прикоснуться, потому что это время благоприятное, время особенное для того, чтобы мы имели эту полноту, когда мы вкушаем как благ Господь, и наше сердце, оно открыто. И на этом месте происходят чудеса, потому что никто сейчас не знает моего сердца, никто не видит друг друга, правда? Но Дух Святой знает, но Господь знает, и Он производит свою работу для того, чтобы мы сегодня могли переживать эту радость, когда видим чудо. Физическими глазами и ухом нашим мы слышим, но мы слышим сегодня голос Божий, когда Он говорит к нам, и мы, принимая это слово, мы приходим в готовность для того, чтобы, Господи, помоги мне исполнить это слово, и уже начинает действовать сила. Когда только мы полагаем в сердце, даже человек может где-то обиделся, может что-то произошло в жизни, такой он расстроен, он в каком-то переживании, но когда Господь Духом Святым касается, Он уже полагает в сердце, Господь, я виновен пред Тобой, прости меня, Боже, еще где-то нужно что-то будет сделать, попросить прощения, или еще как-то, но уже когда Он положил в своем сердце, такое слово, оно уже дарит Ему свободу, уже дарит ход исполнения того, что Он положил в сердце, чтобы если надо попросить прощения, если надо сделать так, чтобы это было по Слову Божьему и угодно, где Он ошибся, где Он что-то сделал не так, Господь, помоги, и Бог идет впереди, и являет славой, и выводит человека из каких-то таких трудных обстоятельств, и каких-то тяжелых моментов в жизни, когда сам человек уже с этим справиться не может, и внутреннее его состояние непростое. Поэтому мне хотелось бы сейчас сказать, да благословит Господь каждое сердце, когда Господь стучит в наши сердца, они открыты, и Бог пребывает, и мы можем иметь эту вечерю с нашим Господом. Пусть Бог сейчас действует в нашем сердце, пусть Дух Святой сейчас управит, пусть это тихое веяние Его благодати, Его любви подарит нам это прекрасное время еще, когда Он будет говорить к нашему сердцу, а мы слышим и внимаем для того, чтобы это слово произвело ту работу, которая есть в воле Божьей, доверившись в Его руки, вот ныне время благоприятное, вот этот день преобразиться, обновиться, очиститься и осветиться, и пойти далее этим непростым путем, жизненным путем, для того, чтобы иметь победу от Господа и принести много плода во славу Божью. Аминь. Помолимся.